И что самое интересное, все все прекрасно знают друг о друге, все прекрасно понимают, что происходит, что обнуление неминуемо приведет человечество к следующему шагу развития. И это обнуление уже не за горами, оно очень близко, настолько близко, это буквально считанные месяцы, скажем так. И эти богатники, они предчувствуют это, они понимают, они пытаются сейчас сражаться за свою резаную бумагу, за свои квадраты золота и серебра, со своими штампами. Власть, которую они обладают, разорвет, она им не принадлежит, но правда они не обладают такими полномочиями, чтобы они могли что-либо тут поменять. Потому что это не их замысел. Так же, как не бывает света без темноты, темноты без света тоже не бывает. И сколько бы они ни пытались загасить, пригасить, притушить это все, оно только становится сильнее. Поэтому неминуемо, неминуемо произойдет это в ближайшее время. И тут нечего бояться, как есть. Я не знаю, будет ли это хаос, или будет ли это протест против всего правительства вообще на этой планете. Ну, в любом случае, что-то да будет, скажем так. Но не так, как они себе запланировали. Вот еще вопрос. Потому что все в руках Бога нашего. Как оно есть, так оно есть. Как бы кто тут что-то себе не придумывал, не выдумывал планы на обворожительную вечность для живых. На, да, как это у Андрея Лысикова, строю планы, нет, строим планы на обворожительную для живых вечность. Это все такое сюрреальное, нереальное, которое не подлежит обчислению. Так же, как компьютер не может обчислить всю эту огромную структуру предполагаемой вселенной. Вот так же эти события все. И они должны произойти, это как маятник. То есть идет сначала хорошо, потом плохо. То есть вот такой вот среднячок наступает на определенный период. И потом снова начинается или плюс, или минус. Так же, как и в клетках наших, в принципе, мембраны открываются по средствам плюса и минуса. Всяких химических элементов, соли и так далее. То же самое и во всем мире. Полярность, она существует, плюс-минус. Но находиться в гармонии, а человек может находиться в гармонии. И природа может находиться в гармонии. И все может достигать этого совершенства иньяня. Срединно. Срединочка достигается между двумя полушариями, левым и правым. Мозговыми полушариями. Так что, тут очень-очень такая грань, которая, ее нужно продержать. И выдержать все эти испытания, которые предстоят еще. Но их нужно смело, смело делать, смело идти вперед. Потому что, если вы уже досюда дошли, то дальше ничего бы нет. Можно и дальше спокойненько идти. И наслаждаться всем, чем есть. Оно хоть и страшное время, но интересное. Потому что, рассуждая тут сейчас из такой вот спокойной местности, на самом-то деле, я думаю, и это мне дает беспокойство. То есть, мысли, они нас беспокоят постоянно. Это же то же самое, что и достигает, чтобы достичь этого совершенства иньяня. Спокойствие, равновесие. Нужно просто довериться ситуации, довериться Богу. И будь, как оно есть. Делай, что положено, и будь, как будет. Потому что других вариантов не предусмотрено в этой жизни. Благодарю вас. Спасибо вам. Еще минутки такие вот, которые вы посмотрели. Ну, полезно. Надеюсь, полезно. Мне нормально.